177 юных армейцев на вытяжку стоят перед олимпийскими чемпионами, командирами своих отрядов и главой региона. Сегодня они получают звание служителей юноармии. У них свое знамя и гимн, и военная выправка. Девушки и юноши в бежево форме и в красных беретах. В свои 11-15 лет они пришли в юные армейцы по собственному желанию. Всегда мы с первыми своими отечественными армейскими братьями. Ленок! Ленок! Сегодня слова клятвы для сахалинских ребят звучат как победный клич. Чтобы стоять здесь, армейцам пришлось пройти немало испытаний. С начала августа отряды тренировались в полевых условиях. Здесь они научились собирать и разбирать автоматы, вести импровизированный бой с противником и чувствовать себя настоящими защитниками Отечества. В знак того, что молодые люди становятся полноправными армейцами, они получили личные жетоны. Это как символ юноармии. Я даже не знаю, как это сказать. Свой личный номерок, не знаю, как часть в армии настоящей. Мне захотелось сюда пойти. Мне захотелось в карьеру военного. Всероссийское движение юноармия на Сахалине действует первый год. Идея принадлежит министру обороны России Сергею Шойгу. Сегодня движение юный армеец поддержали уже более 80 регионов страны. Дети сами хотят. И это добровольное движение. Поэтому все сами приходят. Если они приходят, значит им это нужно. Ребят поздравили прибывшие на Сахалин гости. Вместе с вице-премьером правительства России Дмитрием Рогозиным и губернатором области они стали первыми посетителями музейно-мемориального комплекса «Победа». В новых помещениях уже открыли интерактивную экспозицию и трехмерную панораму. Интересно было бы посмотреть историю, изучить свою историю. Ведь если свою историю не изучать, то нация будет деградировать. Расписание военно-патриотических занятий у сахалинских ребят утверждено на три года вперед. Юноармейцы начнут заниматься ближе к дому в своих районных центрах. Открыть отделение юноармии планируют в Аниве, Невельске и Корсакове.